МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас прервалась трансляция ВКонтакте, которую мы анонсировали. Она прервалась, ее не было. Нет, мы разговаривали, и, безусловно, слушатели смогут это все узнать. Сейчас расскажем, где. Мы же выложим это, мы же сейчас все сняли, записали, и, безусловно, и на нашем сайте. Хотела это и сказать. Вы сможете послушать. Прервалась трансляция ВКонтакте у нас в первом часе. Но будет, безусловно, аудиозапись и видеозапись, выложена сегодня на сайте. Кроме того, мы и на видео, и на аудио записали множество вопросов, которые мы задали после того, как из прямого эфира вышли. И эти вопросы были частные, но именно те, которые сейчас активно дискутируются общественностью. Это вопросы о желтых заборах пресловутых. Елена Васильевна пояснила свою позицию, и Валентин Николаевич высказался. Дальше мы спрашивали, как они расставили бы по приоритетам движущиеся объекты в Кирове. Общественный транспорт, пешеходы, филосипедистов, автотранспорт, едущий и стоящий. Они тоже об этом нам рассказали. Ну и спросили мы у Елены Васильевны. Вот сейчас новости только что были. Ольга Львадина зачитывала по поводу цвета новых автобусов, оранжевых автобусов. И перевела пример соседей наших, которые сначала устроили голосование, чтобы горожане сами этот цвет выбрали, а потом уже закупали. Насколько это возможно у нас, Елена Васильевна тоже пояснила. Это все уже будет в новостях. И, видимо, в видеозаписи позже на нашем сайте. Это Виталий Брам нам говорит. Здравствуйте, и говорим Виталию. Мы тоже добрый день. Виталий Брам, гражданский активист, который непосредственно будет участвовать в первом Кировском урбанистическом форуме. Сейчас скажу, Виталий будет выступать модератором площадки. Ну или со-модератором. Со-модератором. Там будет у нас на каждой площадке практически несколько человек, которые отвечают. Потому что особенно мастер-классы, которые будут выходить два дня мастер-классов, будут конкретно на местности. Они очень сложные. Там будет и теоретическая, и практическая часть с выходом на место, с проектированием. И я бы, наверное, с этих мастер-классов правильно, Володя, начала. Потому что это уже не просто лекции какие-то, обсуждения, дискуссии, выводы возможные. Это конкретная деятельность по двум конкретным участкам в нашем городе. При этом первый участок – это давно уже дискутируемый участок. Это овраги засора, цепочка оврагов засора в городе. Особое внимание ей сейчас уделяют наши городские власти. И чувствуется, мне кажется, что хотят приступить к рабочей, собирает все мнения. А второй участок, который тоже, в разработке которого Виталий непосредственно участие принимал, он разрабатывается в рамках нашего проекта «Малые реки Кирова», «Хлыновка» и «Люльченко». Мы о нем говорили. Это как раз участок на «Люльченке» по улице Солнечная, 35-45. Группа ВКонтакте «Солнечная-Люльченко». Виталий сделал там шикарный просто видеообзор, точно так же, как оврагом засора. Так вот, эти два участка собирают сейчас заинтересованных людей. Если вы хотите поучаствовать в разработке этих участков, и в проектировании, и в понимании, как найти инвестиции, как взаимодействовать с городскими властями, что вообще там должно быть, заходите на сайт Кировского урбанистического форума, прямо в поисковике вбивайте «Кировский урбанистический форум». Заходите и регистрируйтесь на эти площадки. 23-24 числа эти площадки будут разрабатываться. Давайте с них и начнем. Виталий, давай начнем с «Солнечной-Люльченки». Еще раз, пожалуйста, несколько слов скажи. Ты там модератором не будешь, там будет Костя Круппанев. Константин Круппанев, да, замечательный человек. Но ты знаешь, ты в теме. Замечательное пространство на юго-западе, можно сказать, в самом начале реки Люльченка. Она там неподалеку начинается. Начинается, в принципе, в этом районе жилая застройка многоквартирных домами. Активно развивается, застраивается район, продолжает. Есть прекрасная локация, прекрасное место, где вот эта река протекает, так и расширяется такой прудик. Очень красиво выглядит. Оно сейчас используется, к сожалению, ну, скажем так, некими маргинальными там сообществами. Ну, ничего страшного, если там территория заброшена, то, естественно, там будут пить пиво, там будут есть семечки, мусорить и все прочее. Это нормально, но это жизнь такая, это реальность. Если там территорию благоустроить, то туда пойдут молодые мамы, бабушки, дедушки. Все пойдут туда отдыхать, потому что там достаточно большая плотность застройки существует. Я думаю, у них есть потребность, у этих людей, проживающих в микрорайоне, к такой зоне отдыха, рекреации. Вода, это вечность, это можно наблюдать. Да, надо сразу сказать, что, значит, эта секция пройдет 23-24 числа в аудитории инженериума, 35-я аудитория. На сайте, еще раз, Кировского урбанистического форума регистрируйтесь. С выходом на местность, тоже будет с выездом туда, да, потом возвращение, проектирование, обсуждение и презентация в итоге форума. Регистрируемся на сайте Кировского урбанистического форума. Солнечная Люльченко, территория на Солнечной 35-45. Теперь переходим к оврагам Засора. Не страшно было вообще замахнуться на это, Виталий. Одно дело, мы вот маленькие территории рассматривали, а это такая глобальная тема. Ты думаешь, потянем? От Карла Маркса до Казанской. Я уверен, что потянем, потому что, ну, а что нам мешает, собственно говоря, то есть территория в центре города чудом осталась в живых, чудом, мне кажется, эти там 20-25 лет, безумные политики, градостроительные в том числе, как сказать, не достроены практически, есть там локальные места, где там домики парочка стоит, где-то не достроены, стоит. Но я думаю, это можно все обыграть, можно все благоустроить, решить все эти вопросы. И территория прилегает по исторической части. Я думаю, это просто жемчужина нашего города, которая, к сожалению, не используется там нужным образом. Мы видим вот этот первый, так скажем, овраг. Первый овраг — это ботанический сад. Да, 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 да. Хорошо бы, чтобы все так выглядело, как ботанический сад. Что это вы ботанический сад оврагом называете? Нет, но это само начало, да. Это к цепочке оврага за 40. Ботанический овраг. Вот образец, да? Хорошо бы, чтобы все как ботанический сад. Ну, есть хозяин, сразу видно, который стремится делать его лучше. Но, к сожалению, хотелось бы, чтобы было все так, но вход был бесплатный. Это мы отдельно с аппаратным университетом обсудим. Ну, они прекрасно, они молодцы. Я там побывал впервые, наверное, за пару-трех лет в этом году пару раз. И мне очень понравилось лишь то, что они сделали с ним. То есть работа проведена прекрасная в ботаническом саду. Дальше этот овраг продолжается вплоть до реки, я бы сказал бы. Подожди, не торопись. Дальше идет сверх 60-летие СССР. Ну, это прекрасно. Можно по-разному назвать. Благоустроенный. Погодите, он полублагоустроенный, этот сквер. Потому что там есть кое-где, там сохранены деревья на части сквера, на части только. Там есть, да, фонтан, который не слишком давно установили. Светомузыкальный. Светомузыкальный, у которого тоже есть свои сложности. Там есть дорожки и лавочки. Но там вот вторая часть, где псевдодетская площадка. Которая затапливает адон. Это неблагоустроенная часть оврага. Есть на чем поработать. Как раз в общей концепции. Потому что, в моем понимании, это такой единый комплекс всех оврагов. Давай пройдем все равно. Подожди секундочку. Раз уж мы начали, давай мы пройдем по этим оврагам. Вот там, где сквер 60-летию в ЛКСМ. И где детская площадка. СССР, СССР, КПРФ, КПСС. Значит, хорошо бы переименовать. Ну ладно. Коммунисты сейчас не слышали. Это не предмет дискуссии сейчас. Значит, вот там, где детская площадка. Я надеюсь, просто было предложение от нашей же активистской группы. От Киров меняется. Чтобы это была первая деревянная, современная площадка. Вписанная в ландшафт. По примеру, тех площадок, которые держатся в парках и скверах Казани и Москвы. И европейских городов. Мы обращались с этим предложением в городскую администрацию и в правительство Кировской области. Лесопромышленные предприятия и обрабатывающие думают над этим. И недавно было заявление в сентябре. Что именно от правительства. Что они хотят разрабатывать вот такие площадки. Детские, современные. Именно как производственные мощности развивать. Я надеюсь, что к лесному форуму в следующем году в этом овраге появится вот такая концептуальная, первая, вписанная в ландшафт, серьезная детская площадка. Может быть, еще с какими-то элементами, с правильными. Смотрите, это все прекрасно. Я бы хотел рассмотреть территорию как единый комплекс. Может быть, она там нужна. Может быть, она там не нужна. Может, она нужна в следующем овраге, допустим. То есть, для этого мы как раз на Орбан-форуме будем обсуждать с замечательными архитекторами. Это архитектурный десант из города Казань. Алмаз Валиулин и Карина Довлетьянова. У них появляется 80 проектов, которые реализованы. Сейчас реализуются по Татарстану в других регионах. Буквально час назад с ним разговаривал, с Алмазом. Менялись мнениями. Поэтому я думаю, что в процессе вот этой работы, которая начнется на Орбан-форуме, с чистого листа. То есть, мы слышали сейчас, что 4 года назад разрабатывались проекты. 5 лет назад проекты разрабатывались по застройке на территории. Кто-то хотел школы построить, кто-то хотел еще построить. Кто-то даже построил, как удалось. Я думаю, нужно рассматривать как единый комплекс. То есть, единый некий бренд территории. Причем, самое интересное, какие аргументы в принципе. У нас в городе дефицит таких рекреационных, качественных прогулочных пространств. Длинных. Здесь она есть, достаточно длинная. От Карана Маркса до, грубо говоря, 3-х монстров. До реки. До реки. Причем, самое интересное, на самом деле, на что бы я делал ставку. Если мы идем по всем оврагам, благоустроенно, предположим. То есть, прекрасно уже. Мы не должны опираться в реку. Мы пойдем налево по улице Пристонской, предположим, благоустроенной. И зайдемся на набрежную грина. Дойдем до Старого моста. Это порядка 3 километров. То есть, вот это было прекрасно. Пойдем направо, допустим, от оврага. И уйдем на Иерусское водное. Пойдем на другую водное берегу. Жесткое, отземно-родниковый комплекс. С выходом в дальнейшем, возможно, наш на Солнечный берег. Да, на Солнечный берег. То есть, представьте, там 5-6 километров прогулочных зон 17. Вот если брать набережную всю, набережную Солнечный берег, то 17 плюс овраги еще больше получается. Овраги же туда-обратно еще. Туда-обратно, да, можно туда-сюда ходить. Это прекрасно, потому что в городе сейчас ходить негде. То есть, есть там набережная грина, прекрасная, безусловно. Можно на ней еще поработать, но сейчас уже там хорошо. Но ты идешь, идешь и упираешься. Здесь можно сделать так, что она будет соединяться с этими прекрасными оврагами. Ты можешь выйти с самого центра города, к администрации города, к правительству города. То есть, к самому центру всей жизни. Да, ты деловой и прочее. Это прекрасно. Обязательно какие-то нужны средства передвижения экологически чистые предусмотреть. Это ноги. Чтобы работаешь в центре города, блин, вот на обеденном перерыве надо смотаться куда-то свежим воздухом подышать. Володя, рекомендуется на сайте Локон-Форума. Я уже зарегистрировал. Одел красочки и бегом. Прервемся на полминуты. Слава богу, у нас технические неполадки устранены. Продолжаем наше общение. А у нас есть возможность включить наших спикеров, которых мы... Слава богу. Потому что давайте их потихоньку... Мы будем продолжать общение с Виталием, но и будем также включать спикеров, которые приедут на Урбан-Форум, которых Володя вчера с ними поговорил и записал для нас. С кого начнем? У нас есть Евгений Широчков, архитектор из Саранска, Дмитрий Смирнов, консультант. Администра России по приведетному проекту формирования комфортной городской среды. Ну вот Александр Егоров по транспорту... Хотите сразу послушать? Ну давайте Александра Егорова послушаем. Заместитель начальника отдела по оптимизации движения общественного транспорта в государственном мониторном предприятии Мосгортранс. Понятно, да, уровень? Давайте послушаем. Я еду с выделенными полосами и платными парковками. Это два современных инструмента, которые шагают по всей стране и во многих городах уже применяются за последние пять лет. Хочу рассказать, как они используются, в чем нюансы, отличия, в чем города при успехе, где какие проблемы, как власти могут применить вот этот опыт наработки других городов у себя в Кирове, в том числе и организовать и платную парковку, и где-то смотреть возможность создания приоритетного проекта для общественного транспорта. Ну и в целом пообщаться с другими экспертами, поучаствовать в прочих сессиях тоже будет интересно. Вообще для города это очень серьезное событие. Такие форумы проводятся очень мало где сейчас, по всей России. Ну, точнее, они проводятся много где, если следить за этим. А вот конкретно в каких-то отдельных городах, там не миллионниках, а именно 100-500 тысяч жителей в таком диапазоне, это очень редкое явление относительно. Поэтому, конечно же, форум склыхнет общественность, склыхнет, вынудит администрацию предпринимать какие-то современные действия, внедрять новые решения, чтобы развивать транспорт и благоустраивать общественные пространства. То есть, на мой взгляд, форум будет хорошим толчком, двигателем для дальнейшего прогресса и развития города. Очень важная история – это взаимодействие всех сторон, участников, это и администрации, и горожан, и в том числе СМИ, освещение всей этой истории. Очень важно именно понимание всех процессов, которые происходят в городе, как, что нужно делать, чтобы идти дальше, чтобы развиваться. Когда горожане это понимают, они гораздо лучше и привычнее принимают какие-то новые решения, новаторства. То есть, не выступают против, например, в Паку Саркова, как сейчас происходит в Воронеже, потому что английцы просто буснуют. Очень недовольны этим решением. Горожан нужно тоже готовить, нужно повышать общую грамотность всех людей в транспортных вопросах. Сейчас как раз транспортная наука развивается, и форум будет как раз для этого отправной точкой. — Александр Егоров, замначальника отдела по оптимизации движения общественного транспорта ГУП «Мозгортранс». Ну вот это к вопросу, который ты задавала вне эфира гостям нашего «Первого часа» Елене Ковалеву и Валентину Пугачу. Иерархия, что вы поставите на вершину общественного транспорта, автомобилист-пешеход, и человек едет к нам рассказывать о выделенках и платных парковках. Соответственно, автомобилисты уже не на вершине этой иерархии, да? — Ну, Москва давно определилась. Я же приводила этот пример, и нам тут в Урбане уже озвучили, что на вершине стоит в Москве сейчас общественный транспорт. Дальше пешеход, дальше велосипед, дальше машины. Елена Васильевна, кстати говоря, Витальевича, скажу, а не скажу, у нас же в новостях это будет секрет, да? В новостях она об этом расскажет. — Ну, скажу, завуалировано. — Нет, не надо завуалировано. Не буду рассказывать. — Заинтриговали. — Слушайте новости, да, и потом программу на сайте смотрите. Слушайте, что Елена Васильевна сказала по поводу желтых заборов, безопасности движения и иерархии объектов, движущихся в городе. Кто на первом месте? Пешеход, общественный транспорт или автомобилист? А мы пока между подключением наших экспертов продолжаем с секцией по обрагам засора. Расскажи, пожалуйста, это впервые никто не понимает на самом деле. Как это я могу прийти и поучаствовать в проектировании оврагов засора? Это разве мое дело? Я же не архитектор, не бизнесмен. Зачем это вообще все? — Слушайте, во-первых, ты человек, который живет в моем городе, как и все прочие. — Это сейчас к слушателям обращается, Виталий. — Приходите на форум, заходите на сайт урбан-форума, регистрируйтесь, приходите. Это очень важно, потому что очень много на самом деле секций. Есть интересные овраги засора, может быть, интересны будут транспорты или эти же желтые заборы. — Или генплан города. — Или генплан города. Впервые такая концентрация довольно качественных специалистов, прежде компетентных людей, которые с опытом, с практикой, которые готовы поделиться. Это очень важно, потому что мы-то видим, что в городе недостаток компетенции на многих уровнях. То есть, ввиду исторической ситуации. Поэтому это очень важно. А здесь, почему все важны? Потому что люди видят, что они хотят там видеть, увидеть. Если, Свет, помнишь, как-то по рекам начинали такую историю, то есть, что бы мы там хотели видеть в разной функциональной части, в какой-то там, условно, в духовной, ментальной, то есть, чтобы им было удобно и хотелось пользоваться этой инфраструктурой, потому что у нас зачастую прорабатывается функционал какой-то, но не прорабатывается вот эта там тонкая линия, которая вызывает желание пользоваться, прийти на территорию, воспользоваться и отдохнуть там. Которая отличает нас от животных, которые вечно рыскают в поисках пищи и как долю. Многие люди тоже так же живут, но как бы... Пищи и денег. Подождите, вернемся к этой истории. Почему любой горожанин может прийти на вот эту секцию по оврагам засора, и что он может там, во-первых, какую пользу принести, а потом для себя что извлечь? Он может, во-первых, высказать свое мнение, что бы он там хотел видеть, потому что, ну... Ну, психотипы китайские, у всех же примерно одинаковые, там разные слои населения, там разные взгляды, но они примерно у многих схожи, у разных групп. Поэтому было бы, наверное, важно услышать это мнение вот именно пользователей, да, то есть, чтобы пользоваться. Люди же, то есть, да, не кто-то там сидячий в кабинетах где-то, которые решают, а люди будут пользоваться. Это такое, ну, некое соучаствующее проектирование, то есть, какой-то подход, он важен, но сейчас в мире наращивают внедрение, в принципе, когда люди, ну, не имея должность, там, качеств, может быть, компетенции для какой-то профессиональной работы, но они понимают через призму, ну, здравого разума хотя бы. Это нормально. Как нам сказали на общественной палате сейчас при формировании комиссии. Зачем вам комиссии по урбанистике? Разве есть у нас специалисты по урбанистике? Не надо нам комиссию по урбанистике. Вот так вот. А можно? А мы ее сделали, да. А можно сейчас задам такой провокационный вопрос? Виталий, как ты считаешь? А вот среднестатистический житель нашего города, годами, можно быть, десятилетиями, вот морально и лично сноубитый этой грязью, этой точечной застройкой, о которой ты часто говоришь, какими-то другими-то проблемами и так далее, и тому подобное. Вот он сейчас способен мыслить такими категориями, предлагать, видеть что-то, видеть что-то шире своего двора, грязного, лестничной площадки загаженной и так далее, и тому подобное. Смотрите, а если этот человек погряз в своей рутине, то, наверное, нет. Но когда ты его вытаскиваешь, ну, как бы сказали всякие бизнес-тренеры, из зоны комфорта нужно вытащить человека, да, то есть в какой-то там вот этой грязи и всё прочее, это создать там некая зона комфорта, потому что сформировалась некая привычка, да, то есть что всегда здесь было, есть и вроде как бы и будет, да. А мы говорим, слушайте, мы хотим сделать так, чтобы такого больше не было, да, то есть мы его там вытаскиваем, человека, в ту среду, где говорят про некий вот этот образ будущего, причём ближайшее будущего. И у человека просыпается то внутреннее ощущение и те внутренние мысли, которые у него в голове всё равно есть. Он их всё равно в голове проворачивает. Любой человек думает о хорошем. Как бы там не хотелось увидеть там всех людей вот этими, но они все думают, все люди прекрасны. Мы говорим о том, что хочешь будущее, проектируй его сам. Вот правда. Конечно. Проектируй его сам, сообщи другому. Этот человек звонил нам в первом части, да, говорил там про возросшие цены на бензин. Ну, это проблема. Вот он, вот что он предлагал, я не понял. Остановить рост цен на бензин предлагал? Да не будет этого. Он будет каждый год нести. Наверное, пора вливаться в эту уже концепцию стоит. Ты знаешь, я тебе больше... Я подумала вот что, когда он звонил, и я подумала вот о чём. Я сегодня у коллег наших московских утренний эфир слушала, и они приводили там пример, который касается учителей. Я сейчас не о том, что-то о речи скажу, а о средних зарплатах учителей в Москве и Московской области. Так вот, зарплаты учителей в Москве от Московской области от 45 до 150 тысяч. Но она по Москве и по области тоже различается, да? От 45 до 150 зарплаты учителей по Москве и Московской области. Средняя получается зарплата 60-70 тысяч. Так вот, почему она такая получается? Потому что экономические процессы, уровень развития Москвы, её экономики, они, конечно, гораздо выше, чем города Кирова. А Собянин, кстати, говорил на открытии Урбонистического форума в Москве, что именно город, изменение всей городской среды, концепции, накачивает город и деньгами, и удовлетворённостью граждан, и притягивает сюда все ресурсы. То есть наш вопрос не как там бороться за 2 рубля на бензин, хотя об этом тоже нужно заявлять, а как поднять благосостояние и удовлетворённость жизни в этом городе. Правда же? Наверное, если бы наши зарплаты были, пусть не как московские, но хотя бы у каждого по десятке больше, чем сейчас, по двадцатке, то эти 2 рубля не так бы убивали нас сейчас. Понимаешь? Вот о чём речь идёт. То есть не как экономить жить, а как больше заработать, вот о чём мы должны думать, мне кажется. Ну, смотрите, опять же, как сказал тут один наш знакомый, хороший человек, там, Свет Мурунов. Урбанист, тоже известный, да? Урбанист, на самом деле, вот, замечательная мысль. То есть вот он говорит про социально-проектирование, как раз-таки говорил, писал о себе. Детлилась в мнении, что в том числе я говорил про город. То есть о том, что город — это не скверы и лавочки. Это некая ответственность. То есть пространство — это цели и ценности, которые человек хочет взять. Вот этот гражданин, то есть гражданское общество. То есть именно поэтому на вопрос, зачем и почему человек должен обычно прийти на какой-то урбан-форум, где будут какие-то люди-оритекторы, урбанисты. — Урбанисты. — Да, потому что нужно сделать так, что если вы сами хотите жить в лучшем городе, нужно взять что-то сделать для этого. Хотя бы прийти и высказать это мнение. Причем не просто высказать, что все плохо, а сказать, как вы хотите видеть. То есть опять же, мы же понимаем, что... Да. — Да, у нас просто время, сейчас мы должны будем прерваться. 211-101 номер телефона прямого эфира. У нас будет 13 минут после перерыва. Вы можете сказать, почему вы пойдете или не пойдете на урбан-форум. Вот пойду, потому что, или мне интересно вот это. Не пойду, потому что бензин дорожает или что-то другое. — Потому что Виталий Брум не интересует. — А мы, значит... Не провоцируйте, пожалуйста. Значит, а мы после перерыва еще подключим, послушаем двух спикеров. И быстро с тобой, Володя, и с тобой, Виталий, пробежимся по программе, чтобы еще озвучить. Потому что у нас все равно, знаешь, у нас такая история бывает. Елая, надо идти в интернет, залезть, изучить. Ну, расскажите мне сейчас прям, прочитайте мне программу. Мы это тоже сделаем в сжатые сроки. Урбан. Программа о городских проектах. 23-24 октября на площадке Детского космического центра. Это Преображенская, 14, и площадки инженериума. Преображенская, 41, пройдет урбанистический форум. Мы знакомим вас с его программой и с тем, с мнениями тех, кто будет принимать участие в этом форуме. И для чего, собственно, туда надо прийти. Давайте выслушаем позицию Дмитрия Смирнова, консультанта Минстроя России по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Это федеральный центр, сразу скажем. Федеральный центр, вот тот, который нам деньги дает на комфортную городскую среду. Он как раз будет участником воркшопа, да? Создание места и практически подход к улучшению локальной территории, имеется в виду Люльченко. Вот, он как раз будет принимать участие в проектировании как раз этого участка Люльчинки, который называется у нас Солнечная Люльченко. Давайте выслушаем, что он скажет. Пожалуйста, Дмитрий Смирнов. Первый урбанистический форум в Кирове – это прекрасная возможность для горожан, для администрации, для активистов, которые есть в городе, для тех предпринимателей, которые хотят делать городские проекты, по-новому посмотреть на свой город и реализовать какие-то возможные проекты по преобразованию городских пространств. Мы выступим с лекцией «Соучаствующее проектирование», которая будет касаться вопросов участия горожан в проектах развития территорий, в проектах развития общественных пространств, о том, как вместе делать пространство, которое люди будут любить, заботиться. Да, у нас будет практически воркшоп по преобразованию одной из территорий. У города есть, на самом деле, много возможностей реализовывать проекты, в том числе такие большие проекты преобразования городских территорий. Это и федеральная программа комфортной городской среды, и другие какие-то, может быть, местные, областные, муниципальные программы. Поэтому, в любом случае, если мы в рамках баркшопа обсудим, сделаем какие-то видения развития конкретных территорий, их можно будет использовать потом реально под эти задачи. В любом случае, подход соучаствующего проектирования, подход участия всех заинтересованных сторон в развитии любой территории, в целом является отличным инструментом для того, чтобы вместе создавать любые городские пространства. А тем более, в рамках того, что у нас на федеральном уровне идет большая программа преобразования городской среды, Кирова она в любом случае коснется. Поэтому, чем больше будет информированность горожан о возможностях участия, чем больше будет привычки обсуждать важные городские территории вместе, тем лучше итоговые проекты будут получаться и, собственно, видеть их реализацию. Мы привыкли, что нас никто не спрашивает, когда делают какой-нибудь парк, сквер, набережную. Часто возникает вопрос, к чему сделано то, а не другое. Часто возникает вопрос, почему меня не спросили. И, собственно говоря, тут задача не в том, чтобы вместе с архитекторами, людьми, которые принимают решение создавать проект, а задача в том, чтобы создаваемые изменения учитывали особенности конкретной территории. Потому что кто, как не горожане, знают, как территории живут сейчас. Они там бывают, они знают какие-то ценные места, видят проблемы, которые там существуют, понимают историю, идентичность этих мест. Хотят, может быть, сами организовывать какие-то мероприятия или свои проекты на данных территориях. Поэтому в любом случае понимание подхода, как можно вместе создавать эти пространства, будет как раз-таки полезно при преобразовании любой территории. Поэтому все горожане, так или иначе заинтересованные в проектах городского развития, потенциально могут заинтересоваться и нашей лекцией, и форумом в целом. Потому что это имеет потенциал быть хорошей площадкой для старта подобной дискуссии. Разговорчивый. Да, я думаю, что Дмитрий Смирнов провел уже столько воркшопов, что да, говорит и говорит и говорит. Я надеюсь, что наши горожане его услышали. Еще раз, это консультант Минстроя России по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Дмитрий едет с мастер-классом, так скажем, с конкретным практическим классом по преобразованию участка Люльчинки. Там будет теория, практика, проектирование и прочее. Заходите на сайт Кировского урбанистического форума и регистрируйтесь на эту секцию. Ну, смотрите, у нас осталось времени, чтобы познакомиться с программой целиком. Прямо пробежаться по республике. А у меня еще был вопрос, извините. Не успею задать. Нет, давай без вопросов. Все-таки мы обещали программу, должны людям выдать. Ну, давайте. Так, открывается форум в Детском космическом центре. В 9.30, с 9 до 9.30 регистрация участников. В 9.30 будут все главы региона и города. Васильев, губернатор, Ковалев, глава города, Шульгин, глава администрации. И будет представитель ВТП Андрея Юсенко. Валентин Пугач откроет это все дело. С 10 до 11 открывающая пресс-конференция и лекция. Там Олег Шапир, который же приезжал к нам в город, член попечительского совета института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», основатель архитектурного бюро «Вау-хаус», приедет с лекцией и дискуссией роли архитектора. Почему свобода творческой мысли полезна городам? Про архитекторов мы говорим очень много. Особенно большая претензия у нас на протяжении десятилетия к тому, что у нас якобы нет главного архитектора или как будто бы он есть. И наличие его решает проблема архитектуры в городе или нет. Вот хорошая история для этой лекции. С 11.30 лекция с презентации будет от Сергея Заусаева, главного градостроителя Сибири и градостроительства Новосибирск. Вот, товарищи, в 11.30 в 23 числа в Космическом центре приедет человек, который проектирует нам генплан. Задайте все ему вопросы, пожалуйста, после того, как он свою презентацию сделает. С 12 часов там же, в Космическом центре 23-го, панельная дискуссия, которую модерирует Толя Курбатов. Среди спикеров Надежда Снигерева, партнер проектной группы «Восемь», архитектор и специалист по соучаствующему проектированию. Учлен много каких-то международных ассоциаций, эксперт-программы. В общем, Татарстан, товарищи, передовой регион. Значит, она будет говорить как раз про соучаствующие проектирования. Это очень важно. Надо включаться и надо понимать, как грамотно это делать. После обеда в 14 часов будет лекция Виталия Павлова, генерального директора Института развития транспортных систем из Рязани. То есть у нас не только московские будут специалисты по транспорту и по транспортной системе, но и региональные. Это тоже очень важно. Новая мобильность, общественный транспорт и почему он нужен городам. Игорь Багин будет модерировать. Еще будет там же Илья Петушков, транспортный эксперт Международного консалтингового бюро в области транспортного планирования. И тоже будет про транспорт говорить. Такая длинная будет история. С 14 до 15.30 это очень важно. Про транспорт очень важно. После кофебрейка в 16 часов будем говорить про улицы. Опять же создаем безопасную и удобную среду. Аркадий Гершман, интервью которого вы можете прочитать на сайте своего Кировского. Транспортный аналитик, урбанист, автор проекта «Город для людей» и «Вело Москва». Он будет говорить о том, как изменился подход к проектированию улиц за последние десятилетия. В чем отличие улицы от дороги. Почему провозная способность улиц это не только машины, но еще и пешеходы, велосипеды и прочие. То есть большой такой блок по транспорту и движению. Круглый стол с 17 часов, где университет будет давать свои практики. Вот как раз итоги, Володя, о которых говорил Валентин Николаевич. В первом части, с 11 часов, да. Вятгоучеллендж. Дальше. Это уже учебный корпус. Это уже инженериум. Да, преображенск 41. С утра будет как раз Виталий Брам и Лалмаз Валиолин. И начнется история про овраги. Значит, на все эти секции нужно регистрироваться, напоминаю, на сайте Кировского урбанистического форума. Бесплатная регистрация, еще раз подчеркиваю. Второй день, 24 число. Нам задают такие вопросы. Ты что-то смеешься. Тебе что ли не задают? А тебе не задают вопрос, сколько тебе заплатили? Нет? Я еще более... А нам сколько за это заплатили? Я еще более удивительную версию слышал. Нам не сколько сразу заплатили. Некоторые люди думают, что эти люди едут к нам не только с идеями, но еще и с деньгами. Они приедут и все у нас сделают. Это было прекрасно. Я такое слышу. Мы их обратно не отпустим. Мы их здесь оставим остаться. Значит, второй день, 24 число. Олег Шапира будет говорить о пределах изменений исторического города. Это важно. Постоянные споры об историческом центре. Пожалуйста. 24-го в детском космическом центре. Это будет с 9.30. С 10.30 Алмаз Валионлин будет говорить о социальном эффекте роли общественных пространств в Республике Татарстан. Вот эффект. Сделали общественное пространство. Какой социальный эффект и экономический город приобрел? К вопросу повышения цен. На что бы то ни было. Лучше жить или затягивать пояса. С 11.30 практические навыки работы по проекту принципы и уникальные особенности разработки дизайн-кода. На примере города Ижевск. Мы про дизайн-код делали программу. Урбан. Переслушайте. Это важно. Все, что касается желтых заборов, вывесок и рекламы. Это все туда. С 12.30 лекция по формированию центра компетенции по развитию городской среды. Ой. Наша извечная больная тема. Мы об этом будем говорить. И вот я не успеваю, наверное, дальше рассказать о программе. Заходите на сайт Кировского урбанистического форума и регистрируйтесь. И давайте мы последний выслушаем записанный комментарий. Это архитектор Евгения Широчкова. Я правильно понимаю, что чувак, как называется, просто узнал о том, что у нас будет. Он никакой не спикер, он просто хочет поучаствовать. Из Саранска. Да, из Саранска. Давайте сейчас послушаем и, наверное, будем на этом закругляться. Поехали. Смотрите, я вообще сам архитектор. Я из регионального города, тоже из Саранска. Я работал в Москве. Теперь вернулся в Саранск, открыл свое бюро. И меня, в общем-то, очень интересует то, что происходит тоже в соседних регионах. И какая-то позитивная урбанистическая повестка. Соответственно, то, что у вас открывается такой форум, это очень круто. И я очень этим заинтересован. По этому, собственно, и еду. Еду как просто зритель. Я ожидаю, знаете, какого-то интересного подхода, который связан именно с регионами. Потому что такие форумы раньше, они как бы в основном проходят в крупных городах, в Москве. Там Мосрубинфорум постоянно уже проходит в который год. Те вещи прекрасные, замечательные, которые там говорят, как бы мы все их знаем, мы все их любим и вообще поддерживаем. Но, к сожалению, если такие вещи прививать в регионы, это просто не получается часто. Потому что там нет денег, нет такой культуры, нет такого бэкграунда какого-то профессионального, правительного и прочего. Поэтому очень интересно, что будет в Кирове. Потому что там будет очень много каких-то региональных специалистов, которые будут говорить о каких-то своих кейсах в регионах. И вот именно поэтому это, я думаю, какой-то особенный такой вопрос, который я как раз хотел бы узнать. Скепсик всегда остается, но если мы не будем в это верить, зачем вообще работаем? Конечно, я думаю, что это можно изменить. И вот опять же, то, что в Кирове это проходит, это уже прекрасный знак, что это меняется. Это очень здорово. Первый форум – это как раз именно площадка для взаимодействия. Площадка для взаимодействия между разными действующими лицами на вот этой урбанистической поляне. Там между экспертами, властью, горожанами, профессионалами и всеми, кто еще там работает. Вот поэтому это как раз площадка, где нужно общаться. Именно поэтому горожанам нужно осознать, что они являются одним из таких игроков, и принять участие, соответственно, в этой работе. Потому что это не просто какое-то такое заявление, например, власти или экспертов, что теперь будем делать так. Нет, это как раз место, где можно это все обсудить, где можно какие-то задать вопросы, высказать свои конструктивные предложения и прочее. И как-то таким образом взаимодействовать на благо города, региона вашего. Вдохновил. Вот, ну, собственно, Виталий, да? То, о чем мы говорили. Нужно участвовать, потому что, опять же, социальная проектированность, соучаствующая. То есть можно потихоньку прийти к социальному проектированию, о чем говорит нам совет, то, что когда никто там навязывает что-то, иди-приходи, иди-приди, ты должен, нет, чтобы люди сами поняли, осознали, что мы должны сделать, накидали план, концепцию проекта, и пытались внедрить, взять эти свои провадки, ну, где-то взять и сделать, использовать там те механизмы, которые имеются. Вот самое главное. Поэтому приходите обязательно, пишите, общайтесь. Регистрируйтесь на сайте Кировского урбанифического форума и участвуйте в развитии нашего города. Урбан подошел к концу, Виталий Бранц, все-таки. Владимир Сметанин. Всего доброго, до свидания. Программа о городских проектах.